Доброго всем здоровья! Сегодня хочу рассказать о швейной машине Zinger 216. Zinger 216 производился в городе Карлс, Роя, Западная Германия с 1954 по 1960 год. Данная машина второе поколение ZIGZAG, первая была 206 и кардинально отличалась от этой по способу выполнения ZIGZAG. У Zinger 216 ширина ZIGZAG 4 мм, длина стежка тоже 4 мм, есть функция смещения иглы влево-вправо от центра. Также есть возможность опустить зубчатую рейку для выполнения вышивки. Также из особенностей у нее, значит, игольная пластина не имеет винтов и снимается вручную без отвертки. Я сейчас покажу, как это делается. Чтобы снять пластину, надо надавить на нее, опустить зубцы, зубчатые рейки надавить снизу и она снимается. Удерживается так же, как везде, пластинчатой пружиной. И задвигается обратно. У данной машины, как я сказал, значит, колеблющийся челнок, как у чаек, например, чтобы было понятно. То есть здесь челнок совершает колебательные движения. Один ход иглы, два колебания челнока. Ход достаточно тихий, мягкий. Машинка комплектовалась электродвигателем мощностью 60 Вт. В комплектации различные приспособления. Нить-овдеватель, иголки, запасные, лапки. Сейчас я вдену нитку и что-нибудь построчу. В комплектации различные приспособления. Провожим прямую строчку максимальной длины. Надо отметить, что двигатель работает очень мягко, плавно стартует. Можно фактически ловить положение иглы вверх-вниз. Очень мне нравится такая педаль. Очень тихо, мягко шьет. Так. Строчка нормальная. Давайте зигзаг попробуем. Сделаем 4 мм. Убавим шаг. Ну и давайте попробуем, сделаем петлю. Здесь выставляем закрепку 4 мм. Ставим плохо видно, здесь цифры стерились в ноль. Затем, кстати, здесь удобно есть упор 2 мм. Переводим влево. В центр 4 мм. И назад. Петля, конечно, неказистая, но в принципе, петлю делать можно. Определённые сноровки на машинке можно делать. Собственно, зигзаг, наверное, для этого я и был продуман, чтобы делать, обмётывать край и делать петли. Из недостатков могу сказать, что, чтобы неудобно очень доставать челнок, чтобы достать челнок, надо обязательно откидывать машину, потому что через крышку игольной пластины это сделать невозможно. Только откинув машину, можно достать шпольный колпачок или обслужить челнок. Также из неудобств, вы, наверное, заметили, что постоянно дёргается этот рычаг. Ещё раз покажу. Я сначала думал, это какая-то неисправность. Но нет, это её, скажем так, стандартная, рабочая. Обратите внимание. Вот этот рычаг смещения иглы. Он постоянно держится. То есть, я потом посмотрел на других видео, почитал на форумах, оказывается, у неё такая особенность. Также из минусов можно отметить, что у неё достаточно сложная механика зигзага. Очень сложная. Там настолько мудрено всё сделано, что если вдруг что-то сломается, то починить это будет очень сложно. Вот устройство зигзага. Ну, из положительного здесь нет абсолютно пластиковых деталей. Все детали металлические. Сначала пытался устранить этот качающийся рычажок смещения иглы, но мне ничего не получилось. Это такая особенность у него здесь. Это вот из минусов. Ну, из плюсов, вы сами видели, это очень такой мягкий, тихий ход у машинки. А также очень хорошая педаль, плавный ход. Очень мне нравится такая педаль. Так, ну, на этом, пожалуй, всё. Делитесь своим мнением, задавайте вопросы, пишите комментарии. И спасибо всем за внимание.